И снова здравствуйте! С вами Авто Орска и я Костя Макаров. Все самое интересное из мира авто мы собрали специально для вас, так что смотрим! Октябрь месяц подарков, ведь экстра газ разыгрывает потрясные призы. Призовой фонд целых тысячи литров газа. Как выиграть? Все очень просто. В течение октября нужно заправиться на 30 литров газа на заправке экстра газ. Либо на башнефти на Ключе, либо на Нижней Гагаринской дороге. После покупки на одной из этих заправок заполните купон и ждите розыгрыша 31 октября в 15 часов в прямом эфире шоу Хитарянка на Радио Хит. Купоны загрузят в лототрон и случай определит победителя. Чем больше купонов, тем больше шансов на победу. Победитель получит суперприз 300 литров газа. Те, кто войдет в число счастливчиков, получат 200 и 100 литров газа. Подробности акции узнавайте на сайте orsk.ru в разделе «Дай газу». Газ как топливо сейчас необычайно популярен. И это неудивительно, ведь использовать его очень выгодно. Об этом говорят везде и многие в курсе подробностей. Но мы решили пойти дальше и рассчитать реальные цифры, которые бы говорили о настоящей выгоде использования газа. А если газ еще и качественный и регулярно проходят лабораторные исследования, как на местных заправках экстра газ, то от поездок на таком газу будут только плюсы. Берем популярный маршрут Орск-Оренбург и рассчитываем, во сколько же обойдется такая поездка водителю на легковушки, малолитражки и пассажирской газели. Давайте вместе разберемся, как же выполнить подсчеты. Начнем с того, что от Орска до Оренбурга 280 километров пути в одну сторону. Литр газа на заправках экстра газ, башнефть на ключе, либо на первом километре по нижней дороге из старого города в сторону площади Гагарина на момент съемки этого ролика стоит 16 рублей, что, кстати, более чем в два раза дешевле, чем средняя стоимость того же 92-го бензина. Он, в свою очередь, стоит 36 рублей. Итак, для начала рассчитаем, сколько наши подопытные едят бензина на 100 километров пути. Легковой автомобиль за это расстояние тратит 8 литров бензина, малолитражка 6 литров, а пассажирская газель целых 14. Если автомобиль оборудован современной системой газового оборудования, то за этот же километраж легковушка съест 10 литров газа, малолитражка 8 литров, а газель потребует 17 литров газа на 100 километров. Еще нужно подсчитать, сколько литров топлива нужно нашим трем машинам, чтобы проехать 280 километров пути. Легковушке нужно почти 23 литра бензина или 28 литров газа, если машина переоборудована под газовое топливо. Малолитражки – почти 17 литров бензина и почти 23 литра газа, а газели – 40 и 48 литров бензина и газа соответственно. А теперь проведем нехитрые вычисления и узнаем, сколько же будет стоить водителям каждого из этих трех автомобилей добраться до нашего областного центра. На бензине легковой автомобиль потратит на дорогу 807 рублей, малолитражка съест 605 рублей, а пассажирская газель аж 1411 рублей. А что же на газу? Тут цена оказывается меньше ровно в два раза. Напомню, АИ-92 в среднем по городу 36 рублей, газ стоит 16 рублей на заправках экстрагаз, башнефть на ключе, либо на первом километре по нижней дороге из старого города в сторону площади Гагарина. Смотрите сами, за 280 километров легковушка тратит газа всего на 448 рублей, малолитражка оправдывает свое название только 358 рублей, а большая пассажирская газель 762 рубля. Итак, если подарить своему авто возможность ездить на газу, то каждая поездка в столицу области будет приносить вам существенную выгоду, ведь, как известно, сэкономил, считай, заработал. Таким образом, владелец легковушки заработает 356 рублей, автоледи на малолитражке 247 рублей, а человек за рулем газели выгодает больше всех – почти 650 рублей. Какие перекрестки стали аварийными на этой неделе в Оренбурже, узнаешь в рубрике «Автотрэш». Вас плюс вас равно мордочкой вбок. Ребус решился не очень приятно. На остановке кинотеатр «Мир» случилось ДТП. Там столкнулись два отечественных автомобиля. Все происходящее попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как один из вазов поворачивает налево, и тут машине вбок влетает другой ваз, который планировал ехать прямо. Ох уж этот злостный Оренбургский проезд. На этот раз иномарка влетела в световую опору. На проспекте Знаменских в районе первого дома водитель «Шевроле» не справился с управлением, в результате иномарка врезалась в световую опору, да еще и одного пассажира зажало. В итоге ДТП два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Буквально какой-то день ДТП. Сразу несколько аварий произошли в Ворске утром 11 октября. Сначала на спуске с Гагаринского моста столкнулись «Ауди» и «Деонексия». Потом на Комсомольской площади дорогу не поделили маршруткой «Мазда». Ну и в довершении вечером в районе 17-го дома по Краматорской произошло еще одно ДТП. Там плюс ко всему одна из машин перевернулась. В Оренбурге, в районе газзавода, ВАЗ выбросило навстречу под КамАЗ. Честно говоря, результат не из приятных. Легковушка превратилась в груду смятого железа. Как сообщают очевидцы, ВАЗ-2110 пытался избежать столкновения с попутной «Газелью» и резко затормозил. Легковушку выбросило навстречу, там в нее и врезался КамАЗ. Никто из людей не пострадал. А вот на съезде с Гагаринского моста сбили мотоциклиста. Произошедшее, конечно же, попало на видео. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Металлиста. В там и столкнулись Лексус и мотоцикл. На кадрах камер наблюдения хорошо видно, как мотоциклист спускается с моста и въезжает в авто. С места ДТП водителя мотоцикла госпитализировали. О его состоянии пока ничего не известно. В центре Оренбурга произошла серьезная авария. В смятку убывают не только яйца, но и легковушки. На проспекте Победы столкнулись ВАЗ-2114 и «Шевроле». Стало известно, что пострадали 4 человека. Их доставили в больницу имени Пирогова. А вот пешеходный переход на самом деле не такое уж и безопасное место. Маршрутка сбила женщину прямо на зебре. ДТП произошло на проспекте Ленина, напротив 8-й школы. Пострадавшую женщину скорая увезла в больницу. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация об авариях взята с сайта orsk.ru и 1743.ru. Быть в курсе всех новостей из мира четырехколесных друзей достаточно просто, если вы будете смотреть рубрику «Автоновости». Названы имена фигурантов дела о печально известном снежном плене. И бывшего начальника областного МЧС в этих списках почему-то нет. Фигурантами уголовного дела по статье «Халатность» признали главу Медногорска Дмитрия Садовенко, его первого заместителя Андрея Дручинина, и уже ушедшего на пенсию оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях МЧС Александра Есина. Напомню, что в ночь со 2 на 3 января прошлого года десятки людей застряли в снежной буре и ждали помощи дольше 12 часов. Арчанин Эдуард Зинуров погиб, пока пытался самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», которую допустили должностные лица. Количество потерпевших возросло до 30 человек, и сейчас им разрешили ознакомиться с материалами уголовного дела. Потом оно будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения. И сошлись они в битве не на жизнь. Пассажир против водителя. Как думаете, кто победил? Водитель 24-й маршрутки действительно подрался с пассажиром. Газель затормозила на остановке гостиница «Урал». Как тут мужчины выскочили из авто и начали драться. В попытке ликвидировать конфликт маршрутчик забрался в машину и решил было уехать. А пассажир же в ответ на это попытался преградить путь общественному транспорту. И едва не угодил под колеса. Один из очевидцев очередного ДТП в соцсетях предупреждает автолюбителей Оренбурга. После моста на Терешковой на повороте к Автограду на дороге огромная яма, которая еще и заполнена водой. Один неосторожный вас уже потерял колесо. Будьте внимательны. На трассе Орск-Новотроицк разлит битум. Автомобилисты, которые не заметили разводы на дороге, попали в смоленистую западню. Машины буквально залипли на трассе. Липкое вещество не просто подпортило эстетический вид автомобилей. Некоторые машины вообще напрочь застревали в битуме. До сих пор неизвестно, кто и зачем распределил вещество по трассе. Водитель, смотри под колеса. Программа этого года выполнена. Оренбуржье признали победителем конкурса «Дороги России-2017». Именно об этом сообщает пресс-служба главы региона. Оренбургская область стала победителем в номинации «Проект года» за то, что хорошо и грамотно организовала работу проектного офиса по безопасным и качественным дорогам. Программа эта направлена на то, чтобы дороги были безопасными, качественными и правильно обслуживались. По графику, все мероприятия по ремонту и строительству новых дорог в Оренбуржье будут закончены до конца октября этого года. В приличное состояние приведут почти 140 километров дорог, а еще всю прилегающую к ним инфраструктуру – тротуары, ограждения, светофоры и другие объекты. Сфотографировать на память сотрудников ДПС теперь больше не получится. Фотоальбомы водителей пополняться не будут. Из нового приказа МВД исчезнет пункт, который разрешал снимать на видео общение с сотрудниками ДПС. Можно было бы считать это запретом, но вот в регламенте не было поправки, что приказ МВД распространяется только на сотрудников МВД и не может указывать гражданам, что им делать. А вот в документе, который опубликовала российская газета, было написано, что автовладельцы не могут вести фото и видеосъемку. А вот сами сотрудники ГИБДД это делать обязаны. Особенно если речь идет об оформлении в присутствии понятых. Еще по новому регламенту дорожным инспекторам можно тормозить машины в любом месте дороги, вне постов и проверять документы у пассажиров. Вдобавок из приказа убрали возможность изъятия водительских прав и снятия номеров. Поправки вступили в действие уже 20 октября. Новости взяты с сайта orsk.ru и 1743.ru Для тех, кто любит постоянно совершенствовать своего железного друга, рубрика автогаджеты. Подсветка днища автомобиля мгновенно превращает обычную тачку в брутальное авто, на которую нельзя не обратить внимания. Возможности современной электроники позволяют подсветку сделать и просто мигающей, и мигающей в точку, разноцветные или меняющие оттенки. При желании можно не только сделать подсветку днища, но и добавить освещение колесным аркам, багажнику, радиатору или фарам и задним фонарям. Даже если у вас есть желание подсветить практически все элементы машины, не нужно превращать железного коня в новогоднюю елку или светового монстра. Правильно выполненная подсветка авто вызывает восхищение, но если света будет слишком много, это станет причиной лишь смеха и раздражения. Перед тем, как сделать подсветку своей ласточки, стоит ознакомиться с ассортиментом. Современные подсветки бывают диодные и неоновые. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки. Очень популярна светодиодная лента. Она позволяет отрезать куски нужного размера. Главным достоинством подсветки такого типа является простота и надежность конструкции, привлекательная цена и несложный монтаж. К недостаткам можно отнести то, что яркий разноцветный свет невозможно сфокусировать и сделать точечное освещение. В отличие от неоновой подсветки, которая легко позволяет добиться такого эффекта. Но этим достоинства неонового освещения и ограничиваются. Хрупкие излучатели очень часто ломаются и требуют дополнительных затрат. Неоновая подсветка по сравнению со светодиодной проигрывает в яркости и разнообразии свечения. При выборе блока управления следует обратить внимание на два момента – количество программ и дистанционное управление оборудования. Чем больше программ есть на блоке, тем больше возможностей в управлении подсветки. Дистанционное управление позволит избавиться от лишних отверстий в кузове и других элементах авто. Кстати, в некоторых регионах сотрудники ГИБДД негативно относятся к подсветке днища автомобиля. Поэтому пользоваться этой примочкой лучше всего на специально отведенных площадках. Ну и в конце, друзья, хочу добавить, что на дороге нужно всегда оставаться человеком. С вами был Костя Макаров. Еще увидимся.